Любые приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале и для вас я снимаю ваш Таро прогноз на следующую неделю. Мы смотрим и анализируем период с 7 по 13 ноября 2022 года. И помогут мне сегодня в этом Эми Таро, а также Холдовские Ленорманы. Будем смотреть, как всегда, позитив и негатив недели. Рекомендации от карт, неожиданность периода. В целом оценим ситуацию, что вас удивит, что вас порадует. Итак, позитив, негатив и совет. Какова здесь ситуация? Девятка чаш, семерка чаш и королева Пентакли. Так, сейчас хочу. Пятярка чаш. Кто-то станет вашей отрадой или вы для кого-то, потому что по этим арканам это в первую очередь не то, чтобы помочь человеку забыться. Может быть исполнить его мечту, либо переключить его внимание на нечто иное. А для кого-то осуществление мечты, потому что по этим картам обрести любовь, обрести внимание, обрести поддержку. То есть того человека, который для вас идет, знаете, как отдушина, как эмоциональная подпитка. Еще эти карты очень часто указывают на ситуацию, которая не то, чтобы сыграет против вас. Но смотрите, пятерка чаш, это уже все. Довели себя до ручки. Девятка чаш, семерка чаш и королева Пентакли. Это изменение цикла, это изменение вопросов питания. То есть для кого-то это корректировка, то есть уменьшить рацион, пересмотреть рацион. А для кого-то в прямом смысле слова начать вообще питаться, потому что некоторые так себя ужимают диетами, что приводит потом к серьезным нарушениям по состоянию здоровья. Ну а в целом для мужчин в особенности это появление женщины, как я говорю, женщина-мечта, женщина-идеал, которая понимает вас с полуслова, с полувзгляда, ну и фактически отвечает всем вашим требованиям. В некоторых ситуациях этот ряд карт может говорить о ситуации реализации вас в нише гостинично-ресторанного бизнеса, может быть открытие какой-то кофейни, потому что для многих это как давняя мечта монетизировать, ну какую-то свою реализацию, свой проект, стартап в вопросах общепита. Может быть вы там какой-то киоск открываете, там кондитерский, все что угодно, но вот карта говорит об этом, то есть получать еще удовольствие от того, чем вы занимаетесь. Хорошо, смотрим арканы все-таки с точки зрения личной жизни для тех, кто у нас свободен. Для тех, кто у нас свободен по пятерке мечей, это ситуация, которая говорит о том, что можете здесь вы познакомиться на конфликтной ноте, потому что пятерка мечей карта конфликта. Но первого отряда, который идет, видите, вот девятка чаш, семерка чаш, королева Пентаклий. Знакомство, то есть человек, который выводит вас на эмоции, может быть не совсем положительные, на негативные, но видите, здесь аркан мир, то есть это может быть в путешествии, в дороге, либо через интернет. То есть нестандартное знакомство, необычное для вас знакомство. И еще человек, который может поддержать эмоционально другого в какой-то кризисной, критической ситуации. Особенно пятерка мечей у нас карта боевых действий. Ну то есть, знаете, как помочь, подсказать, направить, либо если какая-то конфликтная ситуация, то поддержать вас в каком-либо конфликте. И если мы смотрим ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, у нас здесь падает королева мечей. Это стратегия, это расчет, это подход. Для мужчины здесь будет ситуация сопоставить, сравнить, потому что видите, двойка мечей, как попытки закрыть глаза на ситуацию. У кого-то может быть позиция, пусть и все на самотек. Та, которая меня отвоюет, с той останусь. Но здесь не так. Здесь вы сопоставите, сравните и выберите ту, которая к вам наибольше проявляется. Если меня смотрят женщины, то это активная борьба за вопросы стабильности этих взаимоотношений, желание занять пальму первенства. Единственное, к чему я вас призываю, не делать это при помощи каких-то ритуалов, обрядов и прочих моментов. Потому что в данном случае эта ситуация тогда сыграет против вас. К какому бы опытному практику вы не обращались. И для тех, кто у нас в стабильных связях, по рыцарю Пентакли, здесь все ровно, стабильно и без изменений. Единственное, что по этим картам идет, это как исполнить мечту, желание, чем-то порадовать. Ну, в частности, это идет со стороны мужчин порадовать свою пассию. Может быть, съездить там в новый ресторан, посетить какое-то мероприятие. Либо действительно то, чего человек хотел там подарить, либо дать ресурсы на реализацию этой мечты, этой идеи. Потому что королева Пентакли, это все-таки у нас женщины, которые любят материальное воплощение этой идеи, этой мечты. Если карты мы смотрим с точки зрения работы и заработка, ни на текущем этапе вы не работаете. Здесь работы не будет, здесь будет полное, всецелое погружение в какое-то хобби, которое вас невероятно воодушевляет. И может здесь проскользнуть мысль, а не монетизировать ли мне его. Давайте посмотрим, стоит ли вам это делать. По шестерке мечей, особенно если это касается какой-то дистанционной услуги, либо дистанционного предоставления товаров. То есть вы кому-то что-то отправляете, то вполне да. То есть это то, что получит реализацию. Если вы у нас в статусе соискателя. По пятерке чаш, здесь работы нет, здесь пока, знаете, жить в свое удовольствие. Если на сленге ловить кайф. То есть предаваться, знаете, как не в бездельничью. Это неправильно будет сказать. Это ловить удовольствие от жизни. Заниматься теми вещами, которые для вас привычны, которые вы любите. Если вы у нас наемный сотрудник, то по королеве жезлов это подпитка ваших амбиций. Потому что это быть на хорошем счету у руководителя, у наставника. Это рост вашего авторитета. Потому что в чем-то кому-то что-то помогли, подсказали. Потому что девятка чаш, семерка чаш и королева Пентакли это напитаться эмоционально, быть довольным. То есть вас там похвалили, поставили кому-то в пример. Но и здесь это может еще выражаться в материальном аспекте. То есть бонус, премия, может быть выплата каких-то процентов и прочее. И если же у вас свой собственный бизнес, какова у вас здесь будет ситуация? Тройка мечей. Тройка мечей это знаете как болит сердце. Потому что в дело вы вкладываете очень много и ресурсов эмоциональных, душевных и ресурсов финансовых. Поэтому семерка чаш это будет вопрос трудного выбора. Стоит ли продолжать или переключить свое внимание на нечто иное? Видите, правосудие, как оцениться, поставить, сделать какие-то выводы. Что могу сказать по отшельнику? Вы и дальше пока будете вести текущее дело, но будете, знаете, как заниматься анализом. Что вы делаете не так? Поиск ваших ошибок. Что исправить, что подправить и как себя направить в необходимое русло. Для того, чтобы ваш бизнес, ваше производство, ваше дело действительно снова встало на те рельсы, которые будут приносить вам стабильную прибыль и, конечно, удовольствие от работы. Что у нас в негативе? Колесо фортуны, дьявол и пас жезлов. Ну, так как пойти на поводу у своей слабости, у своего любопытства. Это может быть приобретение тех, ну, не знаю, там, каких-то подарков, ресурсов, все что угодно, которые не то, что вам по факту не нужны. Ну, вот если сравниться за и против, слишком дорогостоящие. Вы можете здесь еще влезть в какие-то кредиты, в рассрочки по своей инфантильности, по своей глупости. Знаете, как нет рационального подхода к тратам, потому что траты здесь импульсивного характера. Еще это карты, которые указывают на действительно высокий рост доходов, но, знаете, здесь как пойти на сделку совести, на что-то закрыть глаза, что-то здесь умолчать. И в негативе для некоторых это обретение отношений, но здесь в этом случае будет брак по расчету. Плюс колесо фортуны дьявол и пас жезлов, это записать, то есть это оформление брачного контракта. Совет по королеве чаш. В первую очередь, если брать характеристику какой-либо ситуации и рекомендацию, это получать удовольствие умиротворения от происходящих процессов вокруг вас. То есть находить состояние покоя, комфорта, радости в элементарных бытовых ситуациях. Во-вторых, следить за своим психоэмоциональным состоянием самочувствия, циклиться на позитиве, на позитивных событиях, новостях, уходить от негативных сообщений, от общения с токсичными людьми. Я не говорю, что нужно вам жить в своем мирке и полностью откреститься от новостей происходящего в мире. Нет. Но, знаете, все-таки больше как-то напитывать себя эмоционально, находить радость в каких-то повседневных событиях, повседневных сюжетах. Еще королева чаш для многих это либо углубление в психологию, а у кого-то взаимодействие и работа с психологом. Ну, либо это может быть просто женщина очень мягкая, нежная, ранимая, которая может послужить вам поддержкой, либо временной жилеткой для плакания, которая может выслушать, помочь, поддержать, направить, посочувствовать, дать рекомендации. Поэтому здесь, знаете, как целесообразное обращение за помощью к такому человеку. Посмотрим, что у вас здесь в плане неожиданности. Какова ситуация? Так, солнце, письмо. Так, что мы здесь видим? Лилии. У кого-то может быть раскрытие потенциала, знаете, как в писательстве, в прямом смысле слова. Кто-то может начать вести дневник, излагать свои мысли. И как следствие это будет самое такое, самопознание, работа над собой, самоконтроль и самоизлечение в плане вопросов психологии. Потому что изливая какие-то свои мысли, свои переживания, тем самым вы открываете поток, который вас очищает. Кто-то может начать вести блог. Кто-то может начать писать книгу. Кто-то может углубляться в изучение каких-то материалов, которые вас облегчают. Потому что письмо Лилии, это, знаете, как чистота помыслов, чистота души. В связке с солнцем это духовный рост, это личностный рост. Это преобразование через изложение мыслей. Хоть у кого-то это, знаете, как учить новый язык, пытаться действительно свои мысли излагать. То есть в новом контексте, преодолевая языковой барьер. Ну и в целом изучение каких-то первооснов. Кстати, письмо Лилии зачастую указывают на использование в жизни мертвого языка. Например, латыни. Если вы там фармацевт, провизор, либо каким-то образом вам необходимо знание этого языка с целью применения в эзотерике, то действительно это ситуация, которая вас порадует. Во всех остальных бытовых аспектах это получение благоприятных известий, это решение проблемы вопросов с документами, это, в принципе, как я говорю, благая радостная весть. И, знаете, как позитивные новости, позитивные известия. Также солнце, письмо Лилии. Это могут быть какие-то приглашения на мастер-классы, на какие-то ретриты. И, в целом, это, знаете, как планирование отпуска. То есть, заранее забронировать билеты, приобрести их. То есть, то, что вам позволит потом, знаете, как с легкостью перемещаться, передвигаться. Поэтому вот так. Вот такая неделя, вот такой событийный ряд. Конечно же, все негативные аспекты для вас перекрывают позитивными. Поэтому пусть колесо фортуны вращается только в прямом направлении, несет вам благоприятные известия. Но и дьявол, даже пусть будет на вашей стороне, знаете, подсобит вам в тех вопросах, которые для вас очень болезненны и очень уязвимы. Вот такой период, вот такая неделя и такой событийный ряд. Верю в то, что информация для вас будет во благо. От вас по прошествии периода жду обратной связи, как отыграется эта информация и будет ли она для вас полезной. Для тех же, для кого актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти. под любым из моих видео. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч!